Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт» в эфире программы «Влияние». Мы говорим о служении, о жизни Божьих людей. Я рад представить гостя нашего эфира – это Нурий Аскеров. Приветствую вас! Будь благословен! Друзья, краткая визитка. Нурий Аскеров – магистр богословия в браке с любовью 38 лет. У их четверо детей и пять внуков. Преподаватель библейских дисциплин в библейских семинариях и университетах. Проживает в городе Сакраманта 15 лет. Миссионер церкви Ифания. Мне очень приятно, что сегодня мы поговорим о вашей жизни. И мы хотим, чтобы через эти свидетельства прославилось имя нашего Господа. Нурий, расскажите, пожалуйста. Можно я немножко сделаю как бы поправку? Я не хочу, чтобы говорили о моей жизни. Я хочу, чтобы говорили о Боге, который изменяет, благословляет и делает чудное в жизни людей. Аминь! Исканно буду рад услышать о Боге, который работал в вашей жизни и через вас. Давайте начнем с первого вопроса. Расскажите о семье, в которой вы родились. О вашем родстве – дедушке, бабушке и потом к родителям. Ну, верующих, как в нашем понятии, у меня не было. Отцовская линия – это были горные евреи Кавказа, но эта нация, она разделилась на две части. Одни остались в иудаизме, а других под определенными действиями заставили принять ислам. В моей родне была исламская линия. И мой дедушка был муллой, то есть священником. Мой дядя был старшим мусульманином в городе Сиазань, это Азербайджан. То есть это, будем говорить, линия мусульманских священников. С другой стороны, по маминой линии, это были Малакани. Это ветвь христианства, которая предшествовала евангельским христианам. И получается так, я не знаю, кем был мой дед, но в 30-м году он был репрессирован и расстрелян. Бабушка пропала после травмы. Я не знаю, что случилось, и никто до сих пор не знает, что случилось. Мой отец, мой отец, был, ну, говорится, они оба были сиротами. Они были оба сиротами. И отец мой работал в Нововолынске в шахте. А это был интернациональный город, где никогда не было никаких, ну, ни левых, ни правых, ни националистических, ни шовинистических взглядов. В шахте мы работали все вместе. И украинцы, и русские, азербайджанцы, армяне, литовцы, ну и так дальше. То есть работали все вместе. И очень важно, что мы в трудную минуту доставали друг друга. Меня после травмы несли два украинских националиста, как сегодня называют. Они несли на своей спине по зажатому штреку где-то около километра. Это было тяжело. Спасая вам жизнь? Да. И мне приходилось спасать жизнь таким же самым людям. Ну, моя мама была больше как домохозяйка. Но в последнее время, когда мы снова вернулись в Украину, она работала на хлопкопрядельной фабрике. Ну, и я простой, как говорится, малыш, который не знаю, какой я национальности. Почему? Потому что по еврейской линии национальность идет по маме. У вас же Нурий Исакович. Да, да, да. Объясните, пожалуйста, кстати, ваше имя. Вы по паспорту Юрий или Нурий? Нурий. 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 Теперь за ваше имя, пожалуйста. Что у вас за имя такое красивое? Ну, это очень интересное имя в переводе. И Исакович тоже нам интересует. Да, да, да. Нурий – это божественный свет, божественное озарение. С еврейского – это свет, а уже с тюркского – это божественный свет, божественное озарение. Очень красиво. Исаакович – это улыбка. Когда мы читаем Тору, там написано, что когда Сара засмеялась, и ангел сказал, что она засмеялась. И впоследствии назвали сына улыбка. Улыбка. Ну, а уже фамилия означает воин. Воин? Да. Аскер – это воин. Слушайте, ну у вас все так красиво сходится, поэтому по жизни Господь этого воина готовил к служению. А вы все же, но у меня нету прямого родства от Аарона. Ну, извините. Вы проверили. А? Ну, фамилия говорит само за себя. Ну, все-таки вы ближе к украинским евреям, правильно? Ну, я не знаю. Если идти дальше, получается, ну, это надо говорить с минуты покаяния. Кстати, вот в такой семье, с таким родством вас мусульманские корни. Да. Как так случилось, что вы стали, вот как вы приняли Господа, как вы встретились? Реакция вашей семьи нас тоже очень интересует. Хорошо. Дело в том, что жизнь до этого уже была полностью разбита. Полностью. Это сколько вам лет-то было? Мне было 23 года. Ага. Полностью разбито. Я уже ни в что не верил. Я ничего хорошего не ожидал. То есть жизнь и шла, как говорится, своим чередом. А почему так случилось? Что было? Все было в жизни. Все было. Время такое, наверное, еще было, да? 90-е годы? Нет, это еще были 80-е годы. Я просто сейчас скажу откровение для многих отцов. Пожалуйста. Потому что если отца нету в семье, он где-то, ну, в загулах, или же имеет другую семью, или все, ну, 90% что ребенок попадет в руки не тех людей. Улица будет учить. Не отец будет учить, а будет учить улица. И улица учила и меня в свое время. И вот 23 года. Мы встретили своего друга с армии. И вот теперь мы ждали своим другом его, ну, для того, чтобы отметить. И тут к нам подошли, подошла группа молодежи. Они начали спрашивать у моего друга, ну, а я остался не при делах. Я вмешался в разговор, они говорят, а можно мы вас пригласим на собрание? А что ведь такое? Ну, они мне объяснили, я говорю, ребятки, вы медведя в шахте видели? Нет. Нет. Так само меня увидите в своем собрании. Потому что я воспитывался в духе атеизма. Я много читал. И многие вопросы я мог задать довольно неудобные. Но мой друг сказал, Юра, а что у тебя? Корона упадет с головы. Пошли, послушаем. Но, правда, первый день я ничего так и не понял. На другой день... Это Нововолынск? Нововолынск, да. Нововолынск. Украина. Ну, снова, я не пою дифирамбы Нововолынску, но я знаю, что именно там Господь меня нашел. Нашел через своих людей. И самое главное, он зажег искру. На следующий день мы побыли на свадьбе. Нам дали, мне дали маленькое Евангелие. Ну, на свадьбе побыли хорошо, пообщались, увидели, как у нас. Не, я ни с кем не общался, потому что я не понимал никого. Я не понимал. Как будто бы на другом языке они говорили. Да, да, язык другой. Ничего не понятно. Ничего не понятно, да. Почему я понял тогда, что с такими людьми снова обращенными надо говорить? Им нельзя говорить то, что мы говорим в церкви. Конечно, они не понимают. Они не понимают, и они могут испугаться. Ну, представь, и вот я как агнец, лег на жертвенник Божий, и кровь агнца омыла меня. Люди сразу... Я последний раз тут, все, и уходим. И все, и все. Да. Дело в том, что когда мы много говорили с неверующими людьми, мы старались избегать вот этих церковных клише. Говорить нормальным человеческим языком. Хорошо. Проходит воскресенье. Я приезжаю с автошколы домой. У меня отец дома. Отец люто ненавидел верующих. Не буду говорить почему. Ну, во-первых, вы же сказали, дедушка был мусульман. Да, 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 да. Но мой отец ничего об исламе не знал. Абсолютно. Дело в том, что он сирота. Неутвержденный. Он сирота. И я полез в ванную и думаю так, возьму две сигареты, покурю, почитаю Евангелие. Так это непривычно от вас это слышать. Ну, да. И я в Евангелии лежала около меня. Я залез в ванную и взял сигарету в зубы. То есть в рот. Ну, думаю, зажгу. И тут я что-то слышу. Ну, я не знаю, как это было. Но это или в моем сознании, или что-то прозвучали слова. Юра, оставь. Я понял, что это говорит Бог. Говорю, Господи, пробовал полчаса и стенка. Попробуй, корона не упадет. Снова корона. Это смешно. И в тот момент, когда я положил сигарету, именно в тот момент кто-то забрал у меня желание курить. А до этого сколько курили? Всю жизнь? С пяти лет. Ох ты, мамка. Как один юморист пить, курить и говорить в одно время научился. И после этого я выхожу с ванны, приходит мой друг. И вот сидит мой отец, сидит мой друг, между ними я. Курит отец, курит мой друг. А меня не тянет. Я внутри начинаю смеяться. Меня не тянет. Приходит вечер, я не закурил, меня не тянет. И так три дня. Еду я снова в автошколу во Владимир. Я говорю, смеюсь в душе. Ну и девочка, с которой мы когда-то учились, говорит, Юра, что с тобой? Я говорю, Света, она и я. Развод и девичья фамилия. Ты что, с женой развелся? Я говорю, не, Света, с 12 сантиметров сигаретой я попрощался, три дня не курю. Я сам себе смеюсь. Она говорит, а что такое? Ну к верующим пошел. А, там все бросают. И вот так получилось. И для меня было свидетельство сильное. Потому что сколько раз я пробовал это оставить? Не получалось. А здесь одно мгновение. Хорошо. Второй вопрос. Как отреагировали мои родители? То есть вы после этого пришли в церковь, покаялись? Нет, покаялся я через месяц. Хорошо. Реакция родителей. Дело в том, что тогда мной занял, не то что занялся, я приходил, в Нововолынске был благословенный брат, Ярослав Крыса. Крыса? Да, да, да. Фамилия. Да, но он работал с новообращенными. И его дом на то время стал для меня, ну, как бы хорошей гостиницей. Если можно одну минуту остановитесь на этом. Что он делал по-другому и почему все-таки люди оставались? Как он делал по-другому? Во-первых, он не навязывал свою волю никогда. Никогда. Просто был нормальный разговор, мы разговаривали. И в этом разговоре я задавал много вопросов. Я ему говорил, Славик, скажи, пожалуйста, а баптисты – это кто? Христиане. А пятидесятники? Христиане. А трясуны? Таких не знаем. Не, знал. Да? Знал. Он говорит, Юра, ну, магазины у нас сейчас виноводочные отделы сказали в час или в два открывать. А я говорю, это те, которые стоят около магазина и трусятся. Так это же не наши. Ну, да. Ну, вопросы были. А свидетели Его тоже верующие. Но там есть одна проблема. Я понимаю, проблема есть. Да. Но люди, которые, ну, сталкиваются с христианским учением. Да, кстати, вот в начале как раз у вас много вопросов, как важно, чтобы… Ну, вот правильно человек с вами разговаривал, не выделял кого-то, не говорил, у нас самое правильное. Да, и в православной церкви люди есть искренние. Он мне и не противоречил, пожалуйста. Я ходил и к пятидесятникам, я ходил и к баптистам. И потом, ну, а там община была половину пятидесятники, половину баптистников. Ну, все же времена были в одном союзе, кстати, под баптистами. Были и автономники. Ну, мы дружили. Но когда мой отец узнал, а узнал он как, то Юра постоянно приходил под градусом и в семь часов ложился спать. А то Юра приходит в десять, в одиннадцать, в двенадцать, трезвый, как стеклышко. И однажды он меня вызывает на разговор, говорит, сын, что произошло? Я говорю, папа, я покаялся. И он вот так сильно грохнул кулаком по столу, ты мне больше не сын. И если бы на столе был бы нож, я не знаю, что было бы. И вот такая реакция. Ну, впоследствии покаялся и отец. Вы говорили, через болезнь он покаялся? Покаялся довольно интересно. Восемь лет он меня игнорировал. Из-за меня он уехал с Нововолынска, уехал в Россию. Уехала и моя мама. И когда я приезжал к ним в гости, он обязательно меня подкалывал. Ну, как там братки, как там то, как там все. И в 92-м году я приехал, смотрю, отец другой. Ну, по-азербайджански, сынок, сынок, все. Ни агрессии, ничего. А то где-то папа, папа и это самое, ну, агрессия была сильная. Ну, я понял, что-то произошло. Я на другой день говорю, мам, что произошло? Они что? Я говорю, мама, рассказывай. И она рассказала, на улице было 30 или 35 градусов мороза. Это была Россия? Россия, Ульяновская область, Павловский район, село Кадышевка. И отец вышел в туалет. Или не знаю, куда он вышел, но факт того, что он падает на землю. 35 градусов, 30-35 градусов мороза и не может встать. Мама пошла, позвонила от соседей по телефону на скорую. Они говорят, мы не можем приехать, потому что все обледенело. И тогда мама говорит, давай я помолюсь за тебя. Ну, а как говорят, голод не тетка, мороз не тетка и болезнь не тетка. Молись. Она помолилась, он встал и пошел. Одна молитва мамы? Одна молитва. Но наши женщины же молчать не могут. И на другой день она ему говорит, слушай, вот смотри, Юркин Бог. Ну, у меня два имени, Юрий и Нури. Мама называет меня Юрий, все остальные Нури. Я говорю, смотри, Юркин Бог тебя поднял, а ты постоянно на него. И все, и после этого отец изменился. Мы его в 93-м привезли в Нововолынск, он покаялся в церкви. И когда он умер, все удивлялись, приходили к нам на похороны, а что он улыбается? В гробу лежал человек, который улыбался. Спасенный человек лежал. Слава Богу. Спасибо огромное, слушайте, какое свидетельство. О вас, о ваших родных, о мамы на молитву, как дело чудо. Но за отца я немножко еще, я просто не знал, как за него молиться. Я не знал, спасенный, не спасенный, покаяние было искренне. И я молился, Господи, и вы знаете, пришло место, Захарии 9 глава, вроде 11 стих. Я не помню точно сейчас. А что до тебя, то ради крови завета твоего я спасу пленников твоих из рва, в котором нет воды. Я просто сказал, Господи, слава тебе. Аминь, подтверждение. Покаялась сестра. Ну и... Сколько родителей детей было? Двое. Я и моя сестра. И мы видим, что Бог работает чудно. И это место я приводил многим людям, которые молились за своих родственников. Я говорю, смотри, если Бог спас тебя, и когда ты придешь на небо, и ты увидишь, что твои родственники идут в ад, тебе будет рай, раем? Не будет. Я говорю, смотри, что ради тебя, ради крови завета твоего, я, Бог сказал, я спасу пленников твоих из рва, в котором нет воды. То есть это работа Бога. Это не человеческая работа. Почему? Потому что изменить сознание человека может только Бог. Спасибо огромное. Во всяком случае, нужно пытаться бороться за наших родных. Не все от нас зависит, от них тоже что-то. Ну, Рис, скажите, пожалуйста, вы преподаватель Библии. Вообще с талантом нужно родиться, учителя, тем более библейских дисциплин. Это рожденные, это приобретенные или все возможно верующему? Как в вашей жизни было? Вы знаете, я бы сказал бы, что все возможно верующему. Почему? Я верю в предопределение. Кто в него не верит или сейчас просто говорит негативные вещи, посмотрите, пожалуйста, в Библии. Там четко, ясно. Особенно римлянам 8 глава. Там четко, ясно написано за это. И я знаю, что Бог, избирая человека, не избирает его для того, чтобы он протирал штаны где-то на задней лавке, а для того, чтобы человек что-то делал в церкви. И получается, после того, когда Бог призвал, Он подарил мне возможность читать Библию. Первое время это просто было чтение. И все. Дальше понемножку меня начали привлекать проповеди. Тут уже больше серьезное пошло. Почему? Это сколько вам лет было? Ну, если 23-м добавить там 2-3 года. Восвете сил. 26-27. И получается, что это было интересно. Это было интересно. Но пришли 90-е годы. И получилось так, что благодаря человеку, который жил в Сакраменто, по Украине пошла программа Руби. Руби. Да, да, да. Это изучение Библии что-то? Да, да, да. Русско-украинский библейский институт. Ну, как я называю, церковно-прикладская школа. Ну, хорошо называется. Это очень хорошо. И я не знаю, как его звать. Знаю только фамилию Пекун. Пожилой пастырь. Наверное, Николай Игнатьевич. Да. Благодаря ему. То есть Бог дал в его сердце желание сделать эту программу для Украины. Сделали. Я ее прошел. Хорошо. Это сколько лет было учебы? Один год, два? Пять лет. Пять лет вы прошли школу? Да, да, да. Но был еще один нюанс. Потому что у нас один преподаватель ушел. И два-три года мы были в бездействии. И потом пришел новый человек. Он дал нам возможность закончить. Хорошо. Что произошло в это время? Ну, в это время две вещи довольно интересные. К нашу церковь пришло письмо. Кто желает заняться еврейской миссией? И тут ваша кровь сбросила. Не в том дело. Не? Оно рассказывает. Дело в том, что я... Ну, братья прочитали, говорю, кто хочет. Никто. Ну, благословенные. В моем роду есть евреи, давайте это мне. И меня благословили на это дело. Меня благословили. Но года два у меня толком ничего не было. Почему? Потому что ишло как бы отношение, налаживание отношений с миссией, которая была в Луцке. Это ключ жизни. Но это была финская миссия. Они мне не верили. И однажды я им написал письмо. Скажите, вы хотите работать или нет? И мне отвечают, что мы можем дать литературу и работу человеку, который является или евреем, или имеет еврейскую кровь. Я говорю, мой отец Тат. Таты – это горные евреи Кавказа. Он мне не поверил. Он поехал в Москву, зашел в главную хасидскую синагогу. Я был в этой синагоге много раз. Брал там литературу. И он спрашивает у главного раввина, а есть у нас нация Таты? Говорит, а ты что, не знал? И все, он приезжает, он звонит мне, дает мне литературу. И мне в помощь в церкви дают женщину. Я сейчас немножко забыл ее фамилию. Ну, сколько уже прошло? Не только литература, а финансы, поддержка. Ничего не было. Ничего. А женщина как помогала? Сейчас скажу. Она когда-то была администратором хорошим на каком-то предприятии. Она знала всех евреев. Свой человек среди них. И вот, например, мы хотели идти куда-то, она договаривалась, созванивалась. Это, между прочим, очень важная вещь в евангелизации. Администратор? Ну, не то что администратор, человек, который исполняет именно эту работу. Она договаривалась, нас ждали, мы приходили, мы говорили, мы давали литературу. И так у нас организовалась еврейская община. Были практически много пожилых людей, были несколько молодых. Все было хорошо. И получается, что мне приходилось говорить на еврейские темы. А знать еврейские темы, надо их изучать. И вот это толкнуло меня на изучение многих вопросов. Извините, если приходишь в КПСС и с билетом СС, тебя не поймут. У вас такие примеры красивые и понятные. Извините, если мы говорим евреи, то есть и христиане, это вражда практически 2000 лет. Если мы будем смотреть... Главное, мы их принимаем, а вот они нас... Благословенные. Так как мы их принимаем, они никогда не захотят. Серьезно? Да. Потому что им говорят, не надо закона, не надо субботы, не надо кашрута. Извините, это их национальное, это Бог заповедовал. Это не дядя Федя какой-то сказал им, ребята, так надо. Это Бог сказал. Божье слово я нигде в Писании не нахожу, чтобы Бог отменял свое слово. Или сказал, дорогие христиане, ну извините, пожалуйста, ну не подумал. То есть, давайте мы подведем итог. То есть, работая с евреями, очень важно понимать, что вы не можете в один момент отменить этот старый завет и дать им новый завет. Потому что они этого не примут, вы просто потеряете их. Да, это раз. Во-вторых, то, что мы называем Ветхим Заветом, Ветхим Заветом, это завет, который был заключен с Израилем. Когда я преподавал, я сам миссионер, и я преподавал миссионерам. Я им говорю, ребята, хорошо, куда вы собираетесь? Вот мы с Андреем Данчуком когда-то ехали в Ватемалу. Я месяц в компьютере все листал за Ватемалу. И когда мы попали на место, куда мы собирались, ну ребята там отпели пару этих самых песен на испанском. и хотят закругляться. Ребята, проповедовать мы что, не будем? А что, есть? Я говорю, есть. И я начал проповедовать на ту тему, которую я увидел в интернете. В Ватемала-Сити образовались ямы. 30 метров шириной и 50 метров, или наоборот, 50 метров шириной и 30 глубиной. Ни с того ни с сего вечером все ушло под землю вместе с людьми. И я говорил на эту тему. Вы приобрели этих слушателей? Как? Да. И было хорошо. И даже человек вышел, который первый раз слышал Божье Слово, он вышел, покаялся. И впоследствии через пару дней принял крещение. Слава Богу. Так же самое. Если ты хочешь проповедовать мусульманам, узнай ихнюю веру, узнай ихнюю культуру. Почему? Потому что если ты приедешь, ну извини, как христианский фраер. И будешь там просто отменять. Вот это не надо, вот это не надо. Если ты подойдешь на улице и скажешь, слушай, золотце, скажи, а сколько время? Для тебя это может быть последнее время. Все. Ну это, 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 это реальности. И поэтому я начал изучать. И начал говорить с ними на ихнем языке. И что интересно, приехали с области, приехали с области, и они сказали, Юра, пожалуйста, работай дальше. А руководитель еврейской общины, общины, то есть еврейской культуры, там, я не помню, как она называлась, Семен Павлович Долинский, позвонил мне и говорит, Юра, я хочу поставить твою общину как мессианскую. Я сказал, Семен Павлович, я против. Почему? Почему, объясняю. Потому что для евреев, если он умрет, я ему сказал, ну вы не вечны и я не вечен. И эти люди никому не нужны. Потому что евреи, которые стоят христианином, это для евреев хуже мусульманина, хуже христианина, хуже всего. Как-то странно это все звучит. Это странно. Ну, извините, мы имеем дело с религией. Мы имеем дело с религией. Но если в исламе, если ты отказываешься от ислама, тебя могут просто убить. В многих христианских странах было что-то наподобие этого. Это есть. И получается, что эта община, она организовалась. Многие темы я говорил им, то есть ввел праздники, все. Было хорошо, было благословенно. Область меня поддерживала. И однажды произошел интересный случай. Давайте. Семен Павлович звонит. Юра, тебе Библии надо? Я говорю, надо. Проезжай, забирай. Я проезжаю. Он говорит, едь на склад. Я приезжаю. Я думал, мне Библии 20 дадут. Ну, для церкви. Я для церкви. Я все работаю для церкви. И говорю, ну, сказали, Библии 20. Юра, три ящика. Увози. Я говорю, ребята, ну это же дают для вас. Говорит, Юра, у нас уже у каждого дома по пять Библий разных форматов. Разный язык. Видите, как постарались, дали достаточно литературы. Теперь время пришло для народа Божия читать Библию. Я понимаю. Хорошо. Но я потом приехал. Кстати, извиняюсь, мне интересует реакция божьих людей, евреев на то, когда... Они штору только читают. Когда вы им Библию даете, какая их реакция? Дело в том, что мы давали всем. Мы давали всем. То есть, пожалуйста, ветки за вет, читайте ветки. Хотите новый, пожалуйста. И даже давали одну на иврите, Новый Завет. Вроде и Тору дав, то есть и Танах, то есть 39 книг, и Новый Завет мы давали и на иврите. Хорошо. Все нормально, все благословенно. С евреями было... Ага. И другой раз я хочу снова взять Библии. Я проезжаю, и тут я попадаю под тяжелую руку Семена Павловича. Юра, какое у тебя отношение с церковью? Ну, знаешь, что я в церкви. А что мне понравилось? Ну, не знаю. Он был злой на кого-то. Ну, дали мне еще там очень много. Но был один случай довольно интересный. Я в Нововолынске проводил еврейские вечера. И второй еврейский вечер у меня на... Я в зале увидел женщину, и мои колени затрусились. Почему? Это был политический бультерьер. Это была Наталья Камышникова. Это очень хороший политик. Это очень умная женщина. И она была зам руководителя руха по Нововолынску. Угу. Я когда ее увидел, я думал, господи, дай мне провалиться. Ну, всевышний... Разве можно такое говорить? Ну, вечер прошел очень хорошо. И я хотел убежать, она меня цапнула. А, вы не хотели с ней пересекаться? Да. Она меня цапнула за руку. Но я ее слышал на этих самых, на митингах. Говорит, так, молодой человек, идем со мной. Мы зашли к ней в кабинет. Мы очень хорошо поговорили. Она мне рассказала, что евреи ее лучшие друзья. Там композиторы, поэты, все. И она спросила, Юра, ну, а что вот в многих странах нет антисемитизма? Я говорю, вот Маргарет Тэтчер ответила. Хоть мне потом поправили, что не Маргарет Тэтчер, а кто-то из политиков. Они сказали, англичане не считают себя дурнее евреев. И она напечатала статью в областной Руховской газете. Я ненавижу слово «жид». Дала мне стопку газету. И я приезжаю в еврейский комитет, рассказываю им. Я смотрю, у всех стеклянные глаза. Почему? Ну, что ты, парень, нам там травишь, макароны на уши вешаешь? Я говорю, ребята, я понимаю, что вы мне не верите. Вот, пожалуйста, вам газета. Они порасхватали эту газету, они начали читать, они крутили эту газету и налево, направо, и туда. А потом Семен Павлович сказал, Юра, если бы ты мне рассказывал бы, я не поверил бы. Потому что с Рухом у нас стычки довольно частые. Но это газета, я вижу. Кстати, ну, давайте так, у меня много вопросов, я же все хочу спросить по возможности. В будущем, когда вы уже получаете духовное образование, вы поступаете в Киевский библейный институт, вы его заканчиваете. У вас был интересный момент, когда вы работали с нашими служителями, которые были антисемииты. То есть, они были против евреев. То есть, и в наших протестантах тоже таких полно. Да, да. Дело в том, что это доктрина заместительства. Что церковь заменила собою Израиль. Хоть если мы посмотрим и Ветхие, и Новые Заветы, еврейское слово «кагал», оно встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. И там, и там оно обозначает собрание верующих людей. Церковь. И мне приходилось говорить, что смотрите, вот 9, 10, 11, глава Римлянам. Что Павел пишет? Он говорит о том, что это временно. Пока мы войдем, это сделано для нас. Я говорю, надо молиться за Израиль. И у нас были многие беседы по отношению этого. И многие, повторяя, ушли от антисемитизма. То есть, они начали уже молиться за евреев, поддерживать, а не ненавидеть. Да. Можно я еще? Пожалуйста, конечно. В 93-м год, в 95-м где-то меня поставили в церкви вести разбор. И это дало очень большой импульс для исследования. Почему? Потому что, во-первых, приходилось изучать место в контексте. Приходилось исследовать ключевые слова. То есть, слова, которые открывают Писание, открывают место. Дальше, слова, которые мы сегодня, извините, потеряли их значение, а дали совсем другое. А можете какой-то один пример привести? Гена, я ненавижу вас. Ого. В нашем понятии... Это похоже. Да, это что-то острое, негативное отношение к ближнему. Ну, вам сразу в стих скажут. Любите, а нельзя ненавидеть. А в иврите это слово означает просто не имел с ним дела. Второе слово, наказание. Мы же понимаем, что это через колено и... Ремня. Витамин R. Ремень, роза и так дальше. Но когда я смотрю греческий текст и еврейский, я в шоке. В греческом это слово педагогия. Педагогия. А в еврейском это мусар, поучительное наставление. И получается слово наказ. Вот я даю наказ своему сыну. Что я сделал? Я его отлупил? Нет. Я ему дал наставление. Мы понимаем это как наказание физическое, а контекст идет о духовном, то есть поговорить с человеком. А контекст говорит об обучении. Вау. Бог, кого любит, того учит. А не наказывает. Да. И это с еврейской историей. Отец все отдавал для того, чтобы его сын выучился. Все. Слушайте. Он мог залезть в долги страшные, но чтобы сын его был умным человеком и возможно раввином. В лучшем случае. Да, в лучшем. И таких слов очень много в Писании. Вот мы знаем, восклоните голову ваши. Это не опустите, а наоборот поднимите. Почему? Потому что у нас текст 150-летней давности перевода. И многие слова потеряли значение. Вот правда, истина. Сегодня для нас это два одинаковых слова. А извините, в Библии слово правда это совсем другое значение. Какое? Справедливость. Божья справедливость. И это очень важно. И когда проводили вот эти разборы, я очень много мест взял для себя теперь, как места душепопечительствия. Это очень важно. И я это использовал тогда, когда ко мне приходили люди с проблемами. Это еще с Украины началось, да? То есть вы были ответственны за разбор слова, но потом какой-то период жизни вы были в мессианской общине с служителем. А душепопечение – это уже работа служителя. Кто такой душепопечитель? И давайте так, какие качества нужны, чтобы быть им? Хорошо. Ну это человек, который помогает расти, который помогает другим людям в разборе их критических ситуаций. Ну образование же надо, наверное. Учиться надо. Надо, но мне приходилось все это, извините, ловить. Почему? Потому что на то время верующим еще не разрешали институты, чтобы они могли где-то мирскую науку познать. А приходилось брать литературу, приходилось искать. И самое большее… Самообразование. Да. И самое большее это давало писание. Почему? Потому что многие психологи, я сегодня смотрю некоторые книги, они брали именно с писания. Они брали именно с писания. Хорошо. Откуда наши люди сегодня говорят о том, что если у тебя депрессия, выйди, например, немножко пройдись, прогуляйся. Или найди кого-то, с кем ты можешь поговорить. Ну это самые легкие. Но сколько раз… Например, если вот два человека, возьмем, например, два человека. Один негативный, другой позитивный. Если я говорю с негативным, это у меня и депрессия, и разочарование, и все. Он доведет меня до этого. Но когда я переключаюсь к позитивному, с кем я говорю? Я говорю с позитивным. И я теперь от него набираюсь позитива в свою жизнь. Почему? Библия очень много мест говорит об этом. И я сегодня удивляюсь, почему на это не обращается внимания. То есть вы говорите о том, что с одним человеком поговоришь и жить хочется, а с другим человеком поговоришь и готов умереть. Да. Душепопечитель должен быть тот человеком, с которым хочется жить. Да. После беседы, с которым хочется жить. Который не только жить, который поможет тебе найти корешки. А если мы травичку покосим, а корешки останутся, травичка вырастет. Позже вырастет все равно. Она вырастет. И нам надо найти корешки. Потом нам надо найти метод, как убрать эти корешки. И найти метод дальше, как нам жить нормально. Был у нас один случай. Не буду называть имен. Не надо. Одна женщина, я ее знал очень хорошо. Она была именно с той национальности, откуда мой отец. И я просто видел, что у нее что-то не то. Я попросил ее, приди ко мне, поговорим. Она не пришла. Но знаете, есть пословица, если гора не идет к Мухаммеду, Мухаммед идет к горе. Я пришел к ней. И когда мы начали говорить, я тронул больную тему. И там был водопад слез. И когда она успокоилась, я говорю, а теперь давай, дорогая, будем думать, как нам выйти из этого состояния. А у нее состояние было очень тяжелое. Очень. Не буду говорить, что к чему, как. Но очень. Вот это работа душепопечителя. То есть найти вот эту проблему, дать возможность человеку. Сначала, если я взял это с шестой главы Деяния апостолов, сначала надо, чтобы человек согласился с тобой поговорить. Если этого первого нету, значит не будет и ничего дальше. Хорошо. Когда мы начинаем говорить. Следующее. Мы находим проблему. Какая проблема? Потому что если человек плачет, он может плачет, плавкать от боли, от обиды, еще от чего-то. А может такое, сама придумала, сама поверила и сама... Все это может быть. И это было. И это было. Хорошо. Идем дальше. Вы помогали многим людям. А кто помогал вам духовно? Хорошо. Вы знаете, после того, когда я покаялся, многие люди не хотели этого делать. Помогать вам? Да. И мне помогали практически две... Наш служитель. Старший пастор. Да, да, да. Артышук. Брат Федор. Я не знаю, как его по отчеству. Но это был епископ. Это был благословеннейший человек. И это были две благословенные сестры. Тетя Аня Якута и тетя Соня Грицак. А кто они были? Это были... Лиаконисы? Нет, нет. Одна имела как бы благословение молиться, а другая была пророчица. И она пророчествовала. Ага. В этом служении? Да. И вот тетя Соня Грицак, это... Ну, практически ее дом был для меня тоже. Потому что, если я ночью и шел в три часа ночи с работы, шахты, третья смена кончалась, я видел у них свет, я стучал. Говорю, мне тяжело, заходи, будем молиться. Ну, для меня всегда была кружка чая, там маленький бутербродик, ну, поскольку времена были еще более-менее. И через нее Бог много раз говорил о том, что Он избирает для служения. Ну, я не знал, что, как и к чему. Много раз, много раз были ее молитвы. Много раз она не досыпала ночей. Именно в молитве. Потому что Бог открывал, и эти люди помогали мне расти. Дальше. Был мой друг Николай Литвинюк. Он сейчас живет в Сакраменто. Многие вещи он приезжал с миссии. Он рассказывал мне, и я брал это для себя. И, вы знаете, было очень интересно. То есть, понемножку, понемножку, понемножку. Дальше. Впоследствии, когда мой друг и одноклассник, то есть сын тети Сони, Володя Грицак, сначала был дьяконом, потом пастырем, снова же многие вопросы мы говорили с ним. Ну, говорили довольно серьезно, потому что мы занимали диаметрально противоположные стороны. Потому что, ну, как-никак, он был мой друг, но он был больше, ну, как, сторонник старой школы. Я не сторонник новой, не сторонник старой. Я сторонник того, что написано в Писании. И довольно часто наши беседы, ну, приводили к какому-то консенсусу. И я помогал этому человеку, старался помочь. Почему? Потому что, во-первых, он был мой друг, во-вторых, он был служитель, а я понимаю, что я был новообращенный, и я помогал. Он мне, например, говорил, Юра, вот у меня, я планирую такое служение. Я говорю, понял, все, я начинаю разрабатывать. То есть, давайте мы сделаем вывод. То есть, вам служили и помогали, и поддерживали духовно те люди, которые находили для вас время. Аминь. Скажите, пожалуйста, вот вы работали с людьми, а это значит, вы могли и ошибаться. То есть, давали консультации, что-то, ну, я не знаю, какая ситуация могла быть. Или истолковывали Писание, а потом вас братья вызывали. А ну, еще раз повтори. Кто защищал вас, когда вы делали ошибки? Ой, был один благословенный человек. А были ошибки вообще? Были. Или у каждого служителя есть? А у кого их нету? Ну, а кто их признается? Ну, благословенный, признаю. Дело в том, что когда я проводил третий еврейский вечер, ну, у нас церковь, ну, более-менее, говорю так, это пятидесятническая, ну, ортодоксальная церковь. Ну, и я там весь зал завел в рукоплескание. Ага, вот где вы согрешены. Ну, я не считаю, что это согрешение. Я просто образно говорю. Ну, я понял, что мне могут немножко, как говорится, ну... Объяснить. Объяснить, да. Я пришел. Был как раз брат Алексей Ритько. Это был служитель, благословенный человек. Это была моя скала. Это была моя защита. Почему? Потому что он двумя руками был за еврейское служение. Он работал с евреем в шахте, и они были друзьями. И когда он узнал, что в церкви будет еврейское служение, он был на седьмом небе. Ну, я не знаю, но это пословица. Дело в том, что он выделял мне транспорт, когда надо было на первый вечер еврейски свести евреев. То есть, они помогали мне снять зал. То есть, все устройства делали для этого. Ну, давайте так, подведем итог. У меня... Я хочу еще успеть поговорить с вами. Давайте подведем итог. То, что вы сейчас начали говорить. То есть, каждый человек в любом служении может ошибаться. Где-то какие-то вещи упускать, недоработать, недоговорить. И как хорошо, чтобы были те люди рядом, которые смогли поддержать. То есть, как у вас это было, да? Вы сейчас перечисляете. Этот брат, надо с транспортом, надо с транспортом. Надо объяснить церкви, что это для евреев, а по-еврейски только так. То куда же мы денемся? То есть, вот эти вещи происходили. Скажите, пожалуйста, ваш переезд в США... Я знаю, что многие церкви пытались вместе с вами организовать библейские колледжи внутри церкви. В некоторых церквях вы даже поучаствовали как преподаватель. Да. А почему наши славяне в Америке не очень хотят учиться, не очень настроены? И как важно для служителя иметь духовное образование? Хорошо. Дело в том, что у нас библейский институт организовал Саша Александр Дудик. Он сейчас пастор другой церкви в городе. И он был заинтересован в том, чтобы люди изучали Писание. И готовить служителей? Да. А в Америке какая проблема? А в Америке просто люди не хотят. Может быть заняты, может быть время дорогое, все работают овертайм, когда там учиться? Я понимаю. Если мудро подойти к этому вопросу... А как надо мудро? И можно время найти и все. А, мы находим время для того, чего хотим. Да. Дело в том, что даже если времени нету... Хорошо. Если, например, берут меня как преподавателя, я разговариваю с студентами. Хорошо. Кто может вечером? Хорошо. Там половина группы вечером, половину утром. Я могу это делать. В субботу все могут? Да. Да. Но дело в том, что... Ну, как я смотрю, в моей церкви такие люди, как я, они пока не востребованы. К сожалению. Ну... Среди нас есть магистры богословия, и они не востребованы как преподаватели библейской дисциплины в наших американских и славянских церквях. Да. Почему? Дело в том, что приезжают мои ученики, ну, приглашают их сюда, в библейскую школу. Мы встречаемся, они мне говорят, мы что-то не поняли. Ваши ученики преподают. Да, да, да. А вы скромничаете. Да. Вот приехал... Ну, как скромничаете, не пригласили. Виктор Вознюк. Виктор Вознюк. С Киева. Да, он руководитель сейчас по обучению Песнятического союза. Он меня спрашивает, Нури, я не понимаю. Я говорю, Виктор, что ты не понимаешь? Почему ты не преподаешь? Я говорю, меня не хотят. Я не свой человек. Затронули мы больную тему. Ну, все-таки вы... Давайте так. Все-таки вы проповедуете в служении. Все-таки вы из церкви Вифании, вы пять раз ездили преподавать библейские дисциплины в Украину. Да. Один раз вы ездили в Россию. И вы преподавали библейские дисциплины пастырям церкви. Да. В чем особенность этого служения? Ну, дело в том, что... Я просто историю расскажу. Когда-то мне предложили немножко возглавить обучение в Вифании. Я им сказал, как это будет, парт-тайм, фулл-тайм, это добровольно. Говорю, ребята, вы понимаете, что вы говорите? Мне надо исследовать все направления. Мне надо написать программы. Потому что те программы, которые дают... Ну, хорошо, я миссионер. А мне дают, понимаете, гомеретику, герминевтику, которая мне не нужна. Мне нужна миссиология. Дальше. Мне нужен предмет мировой религии. Почему? Потому что вам придется говорить с людьми. Да. Мне приходилось во время евангелизации говорить и с мусульманами, и с буддистами, и с Харе Кришна. И, извините, приходилось говорить ихним языком. Для того, чтобы они пришли ко Христу. Да. Достичь их. И свидетелями Иеговы приходилось говорить ихним языком. И в Днепропетровске, я помню, у меня были несколько случаев уличной евангелизации. Я разговаривал с свидетелями Иеговы. Но, зная свидетелей Иеговы и зная ихнюю доктрину, я им не говорил, ребята, покайтесь. Вы указывали на их слабые стороны. Нет, я им просто сказал, ребята, давайте мы сейчас помолимся и перенесем надежду на спасение, своих добрых дел на Иисуса Христа, который умер за нас на кресте, взяв на себя наши грехи и беззакония. И вы знаете, эти люди не колебались, они молились. Вы их приобрели. Мы, еще один случай, в Харькове, уже вечер мы должны были назад идти, и я смотрю, идет человек, говорю, давай подойдем. Подходим, начали говорить, оказывается, пастор писятнической общины, который учится в семинарии. Первый вопрос, который ему задал, сказал, почему Бог пустит тебя на небесах? Да вот я пастор, я делаю добрые дела. Я говорю, мужик, ты пастор, и ты не знаешь? Я говорю, разреши, я тебе расскажу. Я знаю, что ты верующий человек, но разреши просто, что ты знал. И я ему рассказал о том, от провозглашения Евангелия. Иисус пришел на эту землю, взял на себя наши грехи и беззакония, отнес их телом своим на крест, и там пострадал за нас, как наказание за наши грехи. Потом он умер, потом воскрес, сегодня он на небесах, и сегодня каждому человеку он предлагает свой дар. Жизнь вечную, бесплатно, без даров. И я ему говорю, Александр, пастыря звали Александр, давай мы сейчас переложим на Иисуса Христа твою надежду на спасение, не на твои дела, не на твое пастырство, а именно на Христа, который умер за тебя, забрав твои грехи и беззакония. И мы молились с ним. И потом я шел своим напарником и говорю, Юра, я не понимаю, как это так, пастыр церкви? И таких элементарных вещей не знать. И вы знаете, и это же не единственный случай, скажите, пожалуйста, время наше бежит, за одну минуту, я слышал историю, что вы приехали на миссию, и в вашем купе ехала пассажирка. Ой, 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 люблю это. То есть пассажир, женщина, и она была колдунья. Колдунья, колдунья в четвертом роде. Если можно за минуту, о чем вы с ней говорили? О Евангелии, об Иисусе Христе. Она слушала? Да, она слушала и молилась со мной, призывая Иисуса в свою жизнь. Это сколько времени прошло? Это где-то прошло... Часа четыре? Не-не-не-не-не. Разговор за покаяние за Иисуса Христа прошел где-то около часа. Ну, сложно было ей покаяться. Нет, я понимаю. Я понимаю, но если человек не знает другого, и дело в том, что с оккультистами у меня ни одна беседа была. Ни одна беседа. И самое главное, эти люди не знали. Они думали, что они делают добрые дела. Вот оно, как их научили. Да. И когда мы с ее добрых дел перешли к Иисусу Христу, и потом, когда мы помолились, когда я ей дал рекомендации, я сказал, где она может таких людей найти, верующих, с которыми вместе она может молиться. Слава Господу. Скажите, пожалуйста, какие наибольшие вызовы сейчас имеет современная церковь? Служители, власть, финансы, разводы. Я не знаю, что еще добавить в этот список. Кратко. Ну, вы знаете, это когда начинает корона рвать вперед. То есть, гордость. А гордость, дальше, все остальные вещи... Это в любом служении. И пастырь, и левит, и миссионер, и душепопечитель. Вот у меня там все потом... Благословенный, если у нас есть смирение, и мы понимаем, что мы делаем, одна из самых проблем, что пастыря у нас сегодня, не пастыря, не душепопечители, а просто администраторы. Все. Я по-другому не понимаю. Я был душепопечителем. Я знаю своего пастыря, который был душепопечителем. Я знаю своего епископа, который был душепопечителем. Там не было «я сказал» или что-то наподобие этого, а наоборот. Мне нравится «уходи из церкви», да? Такой не было. Вот у меня был случай, я только где-то, ну только первые разы меня на проповедь поставили. Ну еще, знаете, еще мирское, и я был сторонником вегетарианской пищи. Это сколько лет? Ну это было 20, мне было 23-24. И я связал Пасху с этим самым. Ну, брат Федор, благословенный старец, епископ, душепопечитель, просто-напросто сказал мне, спокойно при всех. Вы знаете, ребята, если вы не знаете, о чем проповедовать, просто спросите у людей, которые немножко что-то знают. Он ни одного слова оскорбительного не сказал мне, наоборот. Вот, когда я был в Киеве, и один из пастырей, которому нужны были люди на Россию, и я подошел к нему, а он что-то резко отвязался на мне. Почему? Не знаю. Через две недели я говорил с ним снова, он заинтересовался, а что вы на мне отвязались тогда? Ой, извини, ой, дела то-то-то. Я говорю, мой пастырь на меня никогда голоса не повысил. Не думаете ли вы, что это проблема, что у нас много отчимов и не так много отцов среди служителей? Понимаю, и это важно. Чужой человек и родной, это же большая разница. И когда для отца чужих детей нет, то есть в церкви так сколько людей и с разными проблемами, хорошие и не очень, и все-таки надо любить, и все-таки, как вы говорите, голос не повышать, и все-таки не командовать. Я понимаю, мне когда-то провели одну церковь, или в России, или в Украине, не помню, где служители не выбирают. Означают? Нет, не назначают. Его поднимает Бог. И все люди видят, что это пастырь. И они соглашаются с божественным авторитетом. Я говорю, моя жизнь, это Божье благословение. Это то, что я не могу сегодня сказать, что я что-то знаю. Бог вложил в меня. Бог вложил в меня и вложил довольно много информации. Однажды один брат позвонил мне с Украины. Я говорю, слушай, я молился за тебя пред Богом. Я говорю, и что? И Бог сказал, что этот человек, если брать знания 100%, две трети вложены в него. Я говорю, слушайте, ну я не могу так сказать. Я говорю, я тоже не могу сказать. Бог сказал. За себя вы это не говорите. Но другие это свидетельствуют о вас. Ну да. Что где вы преподаете? Так много нового люди услышали. Так много духовного услышали. Поэтому, Нурис, скажу вам, это слава Господу. Другие свидетельствуют о вас. Аминь. И вы сами за себя. Аминь. А что я? Я простой человек. Маленький, полный, метр семьдесят ростный и все. Ну давайте так, не маленький, если метр семьдесят. У нас буквально, я хочу две минуты вас попросить. Какие библейские истины вы сейчас получили откровение от Господа за последнее время? Что ожидать? К чему готовиться? Как себя вести? Как себя реализовать? Что Господь с вами сейчас говорит? Дело в том, что у меня последняя тема, которая идет у меня на протяжении 12 лет. Это то, что нас ожидает. В 2016 году мы были на программе «Израиль сегодня». И во время этого пришло откровение. Я не помню, 11, там какой-то стих Луки написано «От смоковницы возьмите подобие, листья ее мягкие, значит близко лето». И говорит, не пройдет рот сей, пока. И сразу дается толкование. Листья мягкие, то есть организация государства Израиль. Жизнь одного поколения, семьдесят, восемьдесят лет. И тогда на этой программе я провозгласил. Следующие десять лет с 18 по 28, это будут большие проблемы, будут большие войны. И возможно, возможно, мы увидим то, что говорит Библия. Возможно. Будут требовать забрать Иерусалим. Потому что для других Израиль не нужен. Им нужен Иерусалим. Отдайте нам Иерусалим. Потом. Возможно, будет война именно там, в Израиле за именно Иерусалим. И возможно. Возможно. Я не говорю точно. Мы увидим приход Христа. Возможно. Все возможно. Ну, сроки мы не знаем. Да, сроки мы не знаем. Но факт того, о чем говорилось, начинает все сбываться. Как нам себя вести? Как нам себя, Писание говорит, поднимите головы ваши, молитесь. Кажется, ожидайте. А ожидать Христа надо активно. 25 глава Евангелия Матвея. Десять дев. И основная идея этой притчи, что мы должны ожидать. Активном ожидании Христа. В активном, не в пассивном. Как сегодня многие люди приходят, посидели в церкви и до свидания. Это их служение. Нет. Хорошо. Последний вопрос. Буквально 30 секунд. Что для вас счастье и смысл жизни? Ну, смысл жизни никто не знает толком и не может сказать. Но счастье в служении Богу. В служении Богу. Да. И то служение, которое Бог вам дает. Тогда ты чувствуешь, что ты наполненный и твои крылья расправлены. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы искренне благодарны нашему брату. Нурий, искренне благодарим вас за то, что вы поучаствовали в этой программе. Мы говорили о служении, о жизни Нурия Аскерова, магистр богословия, преподаватель библейских дисциплин в библейских семинариях и университетах. Мы сегодня постарались так много поднять тем. Я не знаю, если мы успели их все закончить, но в общем картина более-менее мы проясняется. Спасибо за то, что вы слушаете и смотрите телеканалы. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.